Привет, меня зовут Ваня. Я папа. Предлагаю вам Рыбакит Бокс. Уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками. Рыбакит. Папа рисует. Привет, ребят. Ретро-вечеринка. Конечно же, вы на канале Рыбакит. И, конечно же, меня зовут Ваня. Я папа. Я рисую. Я рисую всякую всячину. Я рисую для детей, для взрослых, для... Во-первых, для себя рисую. То, что мне нравится. И сегодня я, ретро-вечеринку, нашел свои рисунки, когда мы рисовали с Ваней на одной из трансляций, на одной из трансляций мы рисовали всякие джойстики. Эта идея прикольная, потому что джойстиков за эпоху выхода всяких приставок, компьютерных игр для видео джойстика, для видеоигр джойстики, конечно, много. Я их называю джойстики, геймпады. Причем я сегодня посмотрю их 10 штук, кажется. Ванины я отложил пока что, потом я к ним вернусь как-нибудь еще. А сегодня только свои, просто свои впечатления, потому что на той трансляции я рассказал, но как бы их плохо было видно, качество рисования было, плохое качество этого. Ну, рисование тоже плохое качество, но просто еще качество съемки было самое низкое, которое я мог позволить себе про стриме. Ну, ничего, давайте так, с Atari началось, это моя приставка в Atari, у меня была Atari, я рисовал, вернее, я играл, потом я рисовал сейчас Atari, конечно же, и вспоминал, и плевался, потому что мне она не нравилась. Потому что у всех были Dendy и там уже кое-где Super Nintendo, я один раз увидел, к примеру, да. А тут мне купили Atari, я рубился в, не знаю, там, в какую-то ужасную игру, там, танки или самолет, или бега какие-то. Они даже не брендированы были, они ужасные были, конечно. Но все равно я играл целыми днями, ночами, напролет, друзья мои приходили, конечно, джойстик сразу сломал, потому что он не возвращался назад. Ну, в общем, сегодня ретро-вечеринка, прям по-настоящему будет, потому что я действительно свои воспоминания по поводу каждой приставки могу выразить, что-то по поводу качества джойстика. Это очень плохого качества джойстик был, он ломался, конечно же, выглядел он очень ужасно. Хотя кнопка, кнопка всего одна, мне кажется, у меня была, хотя, может быть, еще одна была. Вот сейчас она такая, мне кажется, еще одна была у меня кнопка, потому что надо было стрелять еще. Не только газовать, но и стрелять, а это как-то назад-вперед. Ну, в общем, это все выглядит на черно-белом телевизоре очень-очень необычно. Буду сюда откладывать. Отлично, вот это уже получше. Это я взял NES. Dendy, конечно же, в России надо говорить, но я взял NES, потому что мне нравится этот джойстик, один из лучших джойстиков. У меня в детстве была Dendy, но она уже была другого, другой фонфак, как эта китайская Dendy была, конечно же, и она по-другому смотрелась. Конечно, я ее сломал быстро. А сейчас я возвращаюсь к этим джойстиков, мои дети отлично играют в эти джойстики, им все нравится, просто еще две кнопки, добавляешь, и можно играть во все современные игры, ну, такие, которые подходят под джойстики, не дриджи-шутеры. Ну, в общем, это один из лучших джойстиков, которые я хвалю, и по сей день. Ого, а это самое лучшее, нет. Ну, хотя, не знаю, по воспроизведению, на которой, по тому отпечатку, на которой он оставил в моей голове, конечно же, это один из крутейших джойстиков, который просто вау, такой эффект был, когда я его увидела, когда поиграл, когда я трогал его, и как-то там, только что не облизывал. Я его уже не раз рисовал, это Сеговский джойстик, и, конечно же, он супер выглядит. 16 бит, forever. Форева, да. Даже я хочу такую приставку себе купить, хотя много времени прошло, но именно с такими джойстиками, потому что мне они нравятся, и сейчас вот делают их цветные, зря делают цветные, вот зря. Наверное, это такой, ну, бумеранг, что ли, хорошая приставка, да. Я их разложил, когда мы рисовали эти джойстики, мы, в конце концов, с вами все перепутали, что после чего какая-то не было приемленности по годам, там, первый, второй, третий. А сейчас я взял именно приемленность по годам, потому что, мне кажется, вот примерно вот так они и выходили. Теперь Super Nintendo SNES. Super Nintendo, я бы ее играл в детстве, конечно же, немножечко, у меня не было никогда Super Nintendo, но я играл, и когда я играл, мне вау, эффект был суперский от игр. От самого джойстика такой просто, просто добротный старый джойстик, просто сделал чуть получше, чуть-чуть покруглее, но в руках он супер держался, конечно, он был такой плотный, пластик, крепкий, хороший, нажимал, все хорошо. Но никакого сравнения вот с этим, Super Sega, Super Super, как там Mega Drive, там не было. А здесь так просто так, надежно, надежно такой, надежно, такой, прагматика такая, но хороший джойстик, наверное, потому что я играл не так много. Хоп, а теперь, да, это 64, это Nintendo 64, кажется, да, я в него не играл, не знаю, так немножко подержал где-то, ну, совершенно он мне показался, показался не таким хорошим, совершенно, так что это, наверное, провал, наверное, хотя вот то, что, как бы, они ввели уже и стик, как бы, вот уже джойстик называется, прям, вот, прям, и дополнительные кнопочки ввели, все, и триггер, все, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, в общем, в общем, есть на чем подумать, но такой джойстик есть, такой космический корабль, что ли, там, у-у-у-у, летит прям, ух, это Sony One, Sony One, Sony, 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 первая Sony, когда я ее видел, был уже 2000 год, кажется, я видел уже там друга где-то, друзей, там, Сашка играл, там, показывал мне супер игры, японщина прям перла из-за всех щелей, финалка и все остальное, конечно же, мне кажется, у него уже были два стика, у Сани, который мне показывал все это, я и поиграл тоже, уже было два стика, хотя, может быть, и не было, не, это уже были, потому что часть Sony выпускалась так, часть уже двумя стиками, это DualShock 2 назывался, и там, и они долго не меняли, ну, джойстик, который, как бы, вот, как был принят, и, как бы, сейчас его концепция остается та же самая, он достаточно удобный, когда в него долго играешь, он прям хорошо лежит, но следующие джойстики будут еще удобнее, в общем, так вот, нарисовали по очереди, потом, это Dreamcast, у него я не играл, я только видел, как играли, я держал джойстик, я просто балдел, когда можно было вытаскивать, просто, это был космический корабль, он выиграл этот космический корабль, он смотрелся, он держался, он делал все за космический корабль, он сейчас такой же классный, в общем, мы им дань отдаем Dreamcast, ну, конечно, он помер, но он родил следующий джойстик, кажется, или там, еще какой-то, в общем-то, он повлиял на Xbox сильно, и мы знаем, так что, этот джойстик мы ему ставим за счет, совершенно, даже если он в проигрышных и аутсайдерах, вот, этот джойстик мне показался настолько странным, даже сейчас я смотрю на него, и у него концепция стандартного джойстика, два стика есть, все есть, но при этом он настолько мне до сих пор непонятен, я поиграл в него, вроде держится хорошо, вроде играется тоже нормально, и вроде как-то привыкаешь, и даже от того, что тебе немножко труднее за некоторыми кнопками давить, и ты, как бы, это даже и хорошо, правильные кнопки, которые часто встречаются, они у тебя под рукой, да, другие кнопки, которые не нужны, они убираются немножко в стороны, вроде бы нормально, но он совершенно по-дизайнерски, он совершенно выпадает из мозга, и из-за этого он до сих пор делается, и люди к нему тоже привыкли, некоторые прям, любовь, я такой джойстик себе тоже хотел бы приобрести для ниндендо и вию, кажется, там можно такой подключить, так что я, в принципе, вернулся бы, на этом джойстике, это PS2, конечно же, я играл очень много на PS2, попал я на него хорошо, на этот джойстик, он очень крепкий, надежный, до сих пор, вот как я купил PlayStation, там, в 2001 году, да, так я на него играю, он не сломался, и так же и работает, все совершенно то же самое, совершенно хорошая вещь, так что советую, и сегодняшние джойстики, они очень такие же, собственно, проблема, что PlayStation 3, они стали менять, мне кажется, вот это у них был минус, потому что они пытались, как бы, вроде бы, новое что-то привнести, потом что-то убрать, короче, и побоялись что-то, с одной стороны, сильно переменять, и побоялись, в конце концов, сделали тот же самый джойстик, что PS2, PS3, только беспроводной, как бы, и чуть-чуть там, какие-то гироскопы, наверное, в конце концов, получилось, что он уже немножко устарел, да, согласитесь, относительно других джойстиков, которые выходили, он устарел, там, тактильно, кнопки, хотя кнопки, хорошо, вот здесь вот у него нажатия, такие, от нажатия, от силы нажатия, зависит, у других джойстиков этого нет, я знаю, так что, хорошо, вот, вот, а теперь новая эпоха, конечно же, это, Xbox, он, конечно же, похож на, да, на, Dreamcast-овский джойстик, кажется, сильно похож, кажется, там, приложили люди, те же самые, руку, и, в общем, хороший джойстик, хотя я в него не играл, потому что я в то время купил PS2, и, до этого не дошел, конечно же, он был, для меня, как бы, далек уже, потому что у меня есть вторая приставка, кто ее купит, правильно, я его не покупал, но играл немножко, и мне он понравился, хотя, ну, ничего не могу сказать, просто, он двигался, и в правильную сторону, он, как бы, двинулся, но у него были ошибки, те же самые, Deepcast-овские, как бы, вот это, вот, уходило, то, что не нужно, да, и, вот, эти проблемы оставались с, с перекладиной, и, с другими вещами, и, с этой громоздкостью оставались, да, и, вот, следующие джойстики, мы покажем, что они совершенно ушли, ушли в сторону, да, ху, джойстик, сегодня какая-то ретро-вечеринка, такая, лекция, в этот джойстик я сейчас играю, я пропустил V, потому что, как-то, играл во вторую, потом в Xbox, и, в общем-то, пропустил V, а сейчас вернулся, и понял, что это хороший джойстик, вполне можно играть, и, ну, просто мы так его нарисовали, потому что он, действительно, в историю вошел, и он, прям-таки, много что сделал, сейчас, Switch, он повторяет, по сути, этот джойстик, это те же самые два джойстика, которые можно играть, вот, именно, когда можно подключать, ну, чак, это, по сути, два джойстика, там, два джойстика, только, единственное, на нем нету этого, стиков, и, действительно, это большой минус, потому что стики могли бы туда вводить сразу, но они подсчитали, что нужно, не Дэнда делает свое, но он розовый, так, хороший, заканчивается, заканчивается, ретро-вичинка подходит к концу, все хорошее подходит к концу, я всегда рисую то, что мне нравится, и то, что нравится другим, ну, больше, конечно, то, что мне нравится, и, конечно, Xbox первый, вот этот, вот, вернее, 360 джойстик, он, мне, конечно, кажется, самый удобный, первый, который сейчас в One, он вышел, он тоже удобный, он еще удобнее, но это, вот, как раз, вот, какая-то новая эра в джойстиком мании и всем, всем вот этом содержащем, действительно, он привнес многое, он такую планку качества достал, вот, именно, эргономики и удобства, что сейчас, возвращаясь к нему, ты получаешь удовольствие, вот, вот, играешь в старые игры и думаешь, вау, классно, играешь в другие, потом возвращаешься опять, говорит, классно, а сейчас попробуй поиграть в старые джойстики, ну, уже надо привыкать, надо, как бы, менять свою тактику, а здесь, прям, классно, так что, зачет Xbox 360, он многое сделал для игровой индустрии, и, конечно, вот, сейчас они немного подзадали, я надеюсь, что они возвратят, как бы, будут сильными, добьются того, что хотели, и многого добьются, и будут предлагать, опять-таки, новые гаджеты, новые джойстики, пойдут дальше, удобнее, и игры будут тоже хорошие, потому что сейчас они слились, ну, а на хорошем, на хорошем, каком-то ноте хотела закончить, как бы, что, ребят, играть хорошо, я играю, рисовать тоже хорошо, я рисую, да и вообще, все хорошо, я, как бы, с любовью отношусь ко всем моим зрителям, передаю вам большой привет пламенный, спасибо, что вы смотрите, если вы маленький, то вам большой привет, если вы средний человек, к примеру, вам лет 10-15, то, надеюсь, тебе понравится мое такое видео долгое, 12 минут ужас, для, вот, про джойстики, потому что мне нравится, вот, еще есть канал Art Game Boy, где я немножко рисую и стримлю, так что туда тоже можешь сходить, ссылку можешь найти там, где-то рядом, или просто надо набрать, так что туда тоже я выложу такой ролик, и тоже расскажу про джойстики, и про приставки тоже, может, что-нибудь расскажу, по крайней мере, свое отношение, потому что мне нравится что-то, именно свое личное рассказывать, а не какую-то ботаническую культуру рассказывать, ребят, что-то я задянулся, спасибо, просто интересная тема была, такая, что можно поболтать, и не надо рисовать, и прям, папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа-папа.